В последнее время в городе Кызыла поступает много обращений об украденном телефоне. В заявлении граждане указывают, что кражи происходят в переполненном общественном транспорте. Статистика столичной полиции показывает, что многие из них обманным путем пытаются вернуть личные имущества, сообщая о краже. Каждому, кто обратится сложным доносом, грозит уголовная ответственность, предупреждают в правоохранительных органах. В дальнейшем в ходе расследования уголовного дела следователям и по результатам произведенных оперативно-розыскных мероприятий устанавливается, что сотовый телефон был утрачен самим заявителем по его собственной же неосторожности и невнимательности к своему имуществу. За последние семь месяцев в суд направлено три уголовных дела в отношении четырех граждан. Они предстанут перед судом. Орган предварительного следствия и сотрудники уголовного розыска обращают внимание всех, что ложный донос приводит к серьёзным правовым последствиям. Вы написали в отделении полиции заявление о том, что у вас украли сотовый телефон. Хотя в ходе предварительного следствия выяснилось, что ваш телефон был утерян. Также вы предупреждались о уголовной ответственности в ложном доносе. Почему вы так сделали? Я думал, что если телефон, напишу, что вы меня украли, то вы мне точно найдёте этот телефон. Во избежание уголовного наказания региональный МВД предупреждает не обращаться с подобными заявлениями. Уголовным кодексом России предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.